В последнюю неделю в лентах новостей регулярно стали появляться сообщения в связи с войной в Украине о Молдове. На днях один из крупнейших лоукостеров Европы, венгерская авиакомпания Визер, сообщила о приостановке полетов с 14 марта в Молдову. В качестве причины компания назвала высокий риск в связи с последними событиями. Напомню, что ранее представители украинской власти говорили о возможности высадки российского десанта в Приднестровье. А в России уже не раз заявляли о вероятности планов Украины вторгнуться в непризнанную собрительную республику. Что происходит в Молдове, узнаем у нашего корреспондента в Кишиневе Анны Глушко. Как раз мы ее видим на наших экранах. Анна, добрый вечер. Добрый вечер, Маргарита. Анна, что говорят в самом Кишиневе, учитывая, что все последние дни поступает, прямо скажем, очень противоречивая информация? Да, действительно, информация достаточно противоречивая. Министерство обороны России заявили о том, что якобы Украина готовит какие-то провокации в Приднестровье, даже с участием подразделения АЗОВ. В Киеве и в Кишиневе эту информацию провергли. Владимир Зеленский заявил о том, что Украина соблюдает и уважает территориальную целостность Республики Молдова, а Приднестровье является частью Республики Молдова, согласно международному праву. Поэтому Украина не будет вмешиваться в Приднестровский конфликт без ведома или разрешения на то Кишинева. В Кишиневе же также эту информацию проверили и заявили о том, что никакой опасности или какой-то угрозы, которая могла бы быть большей, чем в начале войны, потому что угрозы действительно есть. Там находится российская армия и, конечно, нельзя исключать возможности и вообще наличие этого угрозы. Ну, по сути, ситуация, в принципе, достаточно спокойная. И из разговора с жителями Приднестровья мне удалось узнать, что, в принципе, люди хоть и немного напуганы, но сохраняется обстановка достаточно спокойная. И лидер Тирасполя, Вадим Красносельский, выступил также с обращением, к которому он призвал людей сохранить спокойствие. Встречи на уровне Тирасполя и Кишинева продолжают проходить. В принципе, ситуация не изменилась и риторика СМИ, подконтрольных к терраспольскому режиму, также не изменилась. Там абсолютно ничего не говорят о войне, нет никаких призывов к участию, либо, не знаю, призывов к нападению на Кишинев или на Украину. Ну, за исключением некоторых каналов, которые, в принципе, режимом не контролируются, а являются исключительно собственностью отдельных людей, могут появляться сообщения с призывами, так скажем, к поддержке войны в Украине. Ну, а о том, что ситуация действительно сохраняется, так скажем, в области безопасности, ситуация по-прежнему остается хоть и довольно напряженной, но стабильной, говорят, и эксперты. Давайте послушаем. У нас всё здесь внутри, достаточно всё спокойно. Могу вам сказать, что люди, которые сейчас переходят эту административную границу с Приднестровьем, достаточно спокойно, никаких изменений, никаких движений, которые бы указывали на то, что есть какие-то угрозы и так далее. То есть всё это идёт снаружи. Мы в Кишинёве опасаемся и опасается украинская сторона, что российский контингент, который находится на территории Приднестровья, возможно, может предпринять какие-то военные действия против украинской стороны. И мы должны это понимать, что есть такая угроза, есть такие опасения. И вот сейчас ОБСЕ, Приднестровье, в том числе и мы, должны участвовать в этом процессе, чтобы успокоить этих элементов, которые сегодня, в том числе и Приднестровье, должны это доказать, что нет. Вот мы сейчас, к примеру, можем что делать? Пригласить, допустить к складам в Колбасные, к войсковым частям в Приднестровье, представители ОБСЕ, Республики Молдова, я не знаю, в каком процессе, в какой форме можно привлечь украинскую сторону, как доказательство того, что, значит, к примеру, вокруг этих войсковых частей находятся наблюдатели. Анна, как я уже говорила, Визеер с середины марта летать в Молдову отказываются из-за рисков. А есть ли информация по другим авиакомпаниям? Нет, по другим компаниям нет такой информации, но, в принципе, хоть власти Молдовы говорят, что для них стало таким сюрпризом решение Визеера о своем уходе, об их уходе с молдавского авиарынка, в принципе, Визеер и в начале войны на определенный период убрал свои рейсы, то есть не осуществлял вылеты, и они происходили из соседнего города Ясы, который находится в Румынии, в 150 километрах от Кишинева. Но власти заявили о том, что они очень удивлены и опровергли информацию о том, что молдавское воздушное пространство небезопасно. И вот сегодня появилась информация о том, что представители парламента, находясь с визитом в Дублине, провели переговоры с ирландской компанией, лоукостером Ryanair о том, чтобы они пришли на молдавский рынок. Анна, сегодня в Кишиневе была запланирована акция протеста оппозиционной партии ШОР. Центр Кишинева, как знаю, власти решили перекрыть вплоть до 2 марта. Скажи, что это за митинг и почему столичные власти именно сегодня решили закрыть центр города? Насколько мне известно, это появилась информация еще вчера и связана закрытие центра города с делегацией из Греции, в частности, президента Греции, который прибыл сегодня в Молдову. Но закрытие центра – это не самое страшное, что произошло сегодня. Протестующие заблокировали въезд в Кишинев из-за того, что часть микроавтобусов, на которых привозили протестующих, это были организованные протесты. И, в принципе, их организаторы признали о том, что деньги на транспорт и на питание участников этих массовых манифестаций выплачивает Илон Шор, беглый олигарх, лидер партии Шор, который сейчас находится в Израиле, которого в Молдове приговорили к тюрьме за причастность к краже миллиарда. Ну, собственно, возникли провокации и были стычки с полицией. Все-таки протестующие дошли до центра города, но их допустили до определенного здания, то есть до мэрии города. Дальше они не могли пройти к парламенту и правительству. Конечно же, организаторы заявили, что это нарушает их права, и попытка, так скажем, ограничить их в праве протестовать и требовать выплаты, оплаты коммунальных счетов, полные оплаты. Есть компенсации, но требуют полные оплаты протестующие коммунальных счетов за отопление и газ. И власти заявили, что это еще одна попытка дестабилизировать ситуацию в Молдове. Анна, спасибо. На связи из Кишинева была наш корреспондент в Молдове, Анна Глушко. Стремление Молдовы в ЕС категорически не нравится Москве. Говорил об этом в начале месяца и глава российского МИДа. Сергей Лавров выразил мнение, что на роль следующей Украины Запад, цитирую, присматривает Молдову, отвечая на вопрос, какая из стран вокруг России может пойти по пути Украины. В НАТО же Молдову, по словам спикера молдавского парламента Игоря Гроссу, вступать не намерено, но продолжит сотрудничать с Альянсом. Субтитры создавал DimaTorzok